О, снова всем welcome! Это снова я. На этот раз я дохожусь в аэропорту Ханеда и решил немного показать, как аэропорт выглядит в пандемию в Японии. Вообще, поменялось ли что-то или нет. Значит, сейчас вот за моей спиной вы видите терминал, это номер один. Здесь сейчас народу не так много, несмотря на то, что сейчас выходной день и люди вроде как должны куда-то летать, прилетать, но количество рейсов сократилось и количество людей соответственно тоже. Ну вот видите, тоже там marketplace, тут в среднем так нормальное количество людей, не сказать, что совсем никого нет, но и не сказать, что уж прям переполнено. В целом, в целом все ок. Кстати, вот JAL сделали автоматическую систему регистрации, там помимо того, чтобы по бар-коду можно зарегистрироваться на полет, вы еще можете сами зарегистрировать свой багаж. То есть вот ставите туда на платформу, она взвешивает, все проверяет там размеры и после отправляет ваш багаж на ваш рейс. То есть вот такая система автоматическая. Я ее первый раз вижу, вообще на самом деле интересно бы посмотреть было до этого. Но у меня с собой багажа нету, поэтому я ничего не буду класть, но здесь вот такая вот интересно. Вот класть надо на бок, потом прикладываешь карточку здесь и там паспорт свой. И вот как показано на экране, это все дело уезжает. Уезжает потом туда все, вот эти треи всякие. То есть надо вот в треи класть. Короче, прошел я таможню эту проверку. В общем, даже на domestic flight, на внутренних авиалиниях они проверяют вплоть до ботинок. То есть заставляют ботинки снять, верхнюю одежду какие-либо, если у вас есть электронное устройство отдельно, воду отдельно. Если вода была открыта, например, вы из магазина купили, чуть отпили, ее будут еще дополнительно проверять. В общем, ну систем проверок тут дофига, в общем. Не, ну в целом нормально. Вот там сзади меня находится этот самый, у них пункт проверки. Ну вот тут уже, конечно, начинаются амиягишные вот эти всякие презенты всякие везут, кто люди из Токио. Вот они могут здесь купить удобно. Удобно. Ладно, мне вон туда до конца там дофигащих. Благо эти есть еще экскаваторы, лента транспортерная для чемоданов. Погнали. А вот, кстати, удобно сделали штуки для людей с ограниченными возможностями, вот электронные. можно арендовать, кстати. По-моему, по... Там с телефоном подходишь, смартфоном, то есть арендуешь и все, и идешь. В общем, вот такая вот система, да, здесь как вот работает. А вот тут как раз эти самолеты стоят. Вот их много здесь. И туда вот они, только одни джалы тут стоят. Там с другой стороны будут стоять ENA, вот она и Sky еще. Кстати, Sky самая дешевая такая авиалиния. Еще и Erasia есть, но у них неудобное время вылета, поэтому я пользовался всегда Sky. А Джал, ну это так, скажем, не самые бюджетные авиалинии, а ENA будет подешевше, если вы планируете куда-то лететь. Вот, кстати, Sky там идет самолет, сейчас выйдет из... Да, вот они небольшие, они недорогие, самые такой оптимальные. Где-то на юг слетать, ну где-то может быть 20 тысяч йен где-то так уйдет, что в целом норма. Кстати, скажу, что на самолетах в Японии летать дешевле, чем на скоростном поезде. Вот такая система. Скоростной поезд стоит дороже. Так что, ну, имейте это в виду. Но зато скоростной поезд вас довезет до станции, и вы там, вам ближе будет добираться. А на самолете там из аэропорта еще надо трансфером добираться. Ну, обычно там автобусы есть, так что никаких проблем. Так, все, оп. Ладно, погнали дальше. Вот, в общем, решил немного показать, что же здесь вообще продаются в качестве, ну, всяких вкусняшек, типа умияги. То есть, с собой вот привозят из Токио. То есть, вот такие вот стоят за 1000 йен. Всякие печеньки вот здесь вот есть, вот печеньки. Вот хотите там чем-нибудь еще вкусное такое купить? 500 йен. Вот тут нори какие-то жареные. Я не знаю, если честно, я не пробовал. Вот эта бобовая паста. Вот таких вот штук, 5 штук по 1000 йен. Вот такие магазинчики. Здесь очень много разных продуктов. И вот самые, кстати, вкусные, мне понравятся такие палочки. Там внутри крем, может быть, а может и не быть крем, он от такого плана. Стоит, правда, до хрена, но и... Ну, такие, зато вкусные. Да, поэтому... Вот шоколадки здесь. Бейкин чоколейт называется, типа... Там внутри, между печеньками шоколад сделали. То есть, вот, блюберри, лимон, то есть, черника, лимон или миндаль. Ну, разные вкусы. Вот цены, соответственно, тоже, сами смотрите. Достаточно вкусные. Мне... Некоторые вещи вкусные и недорогие, некоторые вещи очень дорогие, но и так себе на вкус. Тут на любителя, сами смотрите. А вот здесь, значит, типичные бас-терминалы, они как называются. Вот если самолет небольшой, и он не подходит к терминалу, то на автобусе отвозят на стоянку самолетную людей. Ну, и если людей не так много, то вот тоже пользуются. В России тоже есть такая система. Самое главное сюда не опаздывать на отход автобуса, иначе просто, ну, не успеешь на самолет. То есть, автобус один, по-моему, или максимум два их ездят, и поэтому, если не успел, все хана. Вот уже в самолете сидим здесь, ожидаем взлета. Самый простой самолет, даже телевизора нет. Вон аэропорт сверху. Вот, пожалуйста, в Токио, вон Адайба внизу. Это эти склады. Туннели вон, видно. Туннели вон. Вот так вот и убирают, в обычный режим уже. А нет, не обычный. Какая еще? Видимо, рана. Ну вот, полностью убираю, да? Ну, быстрое, быстрое, но самолет взлетает. Двигатели мощные стоят. Ну, вот Токио, с высоты птичьего полета. Да, сейчас в Токио на дроне не полетаешь уже. Печалька. Поэтому приходится довольствоваться видом из самолета. А внизу там инфраструктур. Это вот Чиибу, которая как раз идет. Сейчас мы здесь Диснейленд увидим, нет? А он даже с другой стороны будет. Да, ну, в общем, вот это Адайба. Район, да, где куча всяких складов, логистических центров. Комплекс тут злые. Вон там, впереди Ванана, видно. В Скай-3 здесь вообще видно, нет? Интересно. Нет, город здоровый, смотрите, в него. Огромный, просто огромный город. К сожалению, Скай-3 я не наблюдаю отсюда. Видимо, где-то за облаками там не видать. Но вот так вот летим. А вон, вон она, кажется, вон, вон там вот. Серая такая башня, еле видно. Скай-3. Эй, завидно вам я. Чуть-чуть, давай ее совсем. Да, что-то облачность у тебя низкая. И мы садимся, вот, можете вы. Смотрите, облачность низкая, где-то метров 300, наверное, где-то 200-300 метров всего. Граница облачности. Высота очень низкая. Вот уже Хоккайдо, тут поля, вон от ней. Для коровки пасутся, там листов. Выращивают, может быть. Но тут очень много молочных ферм, насколько я знаю, на Хоккайдо. Вот тут подлетаем мы. В аэрофор. Вот такая жесткая массажа, прям. Ученик, что ли, там, за рулем, за штурманом? Как долбануло, так долбануло оно. Окей, вот и приехал я на Хоккайдо. Это не маленьких таких размеров конь. Вот у них тут скачки известные. Показано, что вот подскова стандартная, нестандартная. Тут рентакар. Мы сейчас берем рентакар и уезжаем. Рентакар сервис. Здесь, в Японии. Когда приезжаешь в аэропорт, значит, там можно арендовать машину. И вот до места, где эти машины находятся, довозят на микроавтобусе. Ну, вот они здесь стоят. Это для аренды автомобилей. Тут же Nippon Renta Car, Times, Orix и все остальные. И вот автомобили для аренды. То есть, очень удобно. Не надо где-то там из-за репорта пытаться выехать, когда очень много трафика. Но хотя здесь не так много в целом норм, я бы сказал. Поэтому вполне себе. Да. Что можно еще сказать? Погода классная. Кстати, березки. Видите, отсюда вон. Вон там березки стоят. Как в России. Прям, да. Сразу видно, что немного другой климат. Прохладно. Такой более сухой воздух. Очень в российской погоду напоминает. Поэтому мне нравится здесь. Да. Комфортно. Ни жарко, ни холодно. Такое самое то. Градусов где-то 15-20. Свежо. Короче, оленей. Не много на дорогах. Оленей. Оленей. Или это драйверы. Или водители. Или это олени. Да. Дальше. Да. Еще раз пугают. Еще раз пятер. Еще раз пугает. Еще раз пугаем. У этого у меня есть только драйвер. Неплохо тут. Машины ставим. Вот в отеле уже, отель называется какой-то там НИКО, сейчас скажу. Вот отель называется Хотель НИКО Норзланд. Абихиро, отель НИКО Норзланд Абихиро, ну что тут так, по красоте сделали, рояль стоит, люди там играют, вот они здесь, приветствуют они, в Тукач Резорт Стейшн, вот эти все животные здесь обитают, олени, овцы, коровы, свиньи, это они могут играть на инструментах, здорово. Вот сегодняшняя дата, 20 июня, JR Hokkaido Hotel. То есть это отель, он лежит компании JR Hokkaido. Здесь вот написано ресторан, расписание с утра, вот завтрак, ланч есть, потом динер с 5.30 до 8.00, Ром сервис тоже с 5.30 до 7.30. А в целом неплохо. Ну так красиво, тут да, прям цивильненько. Там свадебные платья какие-то, и щупчика есть. Нифига у него там снизу, автоматика, но это видимо такой рояль, который ямаховский, сам может играть, сам играть может. Субтитры сделал DimaTorzok